Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. В мире нет такой сильной, целеустремленной и волевой личности, которая не только дарит детям знания, но и верит в каждого из своих учеников. Они поистине достойны высокого звания и уважения. Брещина чествует педагогов. Беларусь отмечает День учителя. Ценный подарок получило руководство учреждения образования 12 районов Брестской области и города Пинска. Им в торжественной обстановке были переданы ключи от школьных автобусов, которые изготовили специалисты Брестского предприятия «Брестмаш». В областном центре прошла третья международная научно-практическая конференция «Музейные сдобытки. Великая отжимная война у сучастной музейной просторы». В рамках которой состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Брестским и Иркутским областными краеведческими музеями. Об этом мы не только в программе «Итоги недели» на канале ВУК-ТВ. Учитель. Для каждого из нас это слово обладает особым значением. О своих наставниках мы всегда говорим и вспоминаем с теплом и уважением. Ведь с самого детства эти люди являются для нас бесконечным источником вдохновения и опоры. Именно учитель, мягко взяв за руку, помогает сделать первые неуверенные шаги в мир знаний, закладывая основы истинных ценностей. Посему День Учителя для Брещан особый праздник, который чествуют не только педагогические работники. В концертном зале Брестского государственного областного центра молодежи и творчества в канун профессионального праздника собрались учителя со всего региона, чтобы поздравить друг друга и получить заслуженные награды за высокие профессиональные заслуги и многолетний добросовестный труд. Наши корреспонденты узнали подробнее тех, кто выбрал своим делом жизни такую нелегкую, но безмерно важную профессию – учитель. В канун профессионального праздника в Брестском государственном областном центре молодежи собрались работники системы образования Брещины. Эти люди выбрали уникальную профессию, с которой начинается жизненный путь любого из нас. Именно к ним в День Учителя мы спешим с цветами, чтобы поздравить и поблагодарить за бесконечное терпение, знание, умение найти подход, прививая любовь к наукам. И даже в самые ненастные дни мы греем себя в воспоминаниях об этих заботливых наставлениях. К учителю теплое чувство сохраняет каждый человек, который прошел через школьные годы. Многие из педагогов стали ярким примером и образцом для того, каким надо быть человеком. А для меня мой учитель стал даже примером того, каким надо быть учителем. И таких примеров тысячи, потому что именно педагог зажигает ту искорбу любви к детям, любви к учебному предмету. А далее эта любовь становится призванием и профессиональной жизнью человека. Достижения учителей всегда у нас ассоциируются с достижениями детей. И если говорить о достижениях только прошлого учебного года, который близок к сегодняшнему празднику, то наши дети Брестской области показали наилучший результат на централизованном экзамене. Среди них 163 стобальных результата. Наши учителя – это высококвалифицированные специалисты. Высшую и первую квалификационные категории имеют 83% педагогов Брещины. Это один из лучших показателей в стране. 63 учителя являются учителями-методистами. И я уверена, что и впредь эта система будет развиваться. Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Учителя состоялось в лучших традициях чествования самых преданных своему делу. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионального мастерства и значительный вклад в развитие системы образования Брестской области были отмечены лучшие из лучших. Левчу Елена Михайловна, учитель географии средней школы номер 5 города Пружаны. Среди присутствующих на торжественном мероприятии были и те, кто только начинает свой профессиональный путь. Когда-то именно пример талантливого учителя вдохновил и помог определиться с делом жизни молодому специалисту. Благодаря жизнеутверждающему примеру коллег, начинающий учитель имеет не только призвание, которое по душе, но и умеет преодолеть все трудности, хорошо выполняет свою работу и делает это с любовью и рвением. Это колоссальная работа с детьми, с родителями, поэтому как молодому специалисту в моей школе предложили такую помощь со стороны коллег. Они меня не оставляют, помогают, подбадривают всегда. Я знаю, что я могу к ним обратиться, и поэтому это очень сильно упрощает работу молодого специалиста. Сегодня в Бресте проходит концерт ко дню учителя, поэтому я как молодой специалист, мне выпала такая честь попасть сегодня в Брест, попасть на ваше такое торжественное мероприятие. Это мой первый опыт, скажем так, поэтому я надеюсь, что мне все очень понравится, и я буду каждый год ездить на такие мероприятия. Благодаря кропотливой ежедневной работе учителей, учащиеся Брещина известны своими достижениями не только в области, но и далеко за ее пределами. Именно наставники распознают тягу к тем или иным наукам, развивают сильные стороны и поддерживают во всех начинаниях. Обладать особыми качествами, чувствовать как детей, так и их родителей, уметь взаимодействовать с ними – все это по силам только учителя. Профессия учителя – очень важная, нужная, необходимая профессия. И задача учителя – не только передать свои знания, но также и развивать инициативу, самостоятельность, творчество, критическое мышление и ответственность. В преддверии такого прекрасного праздника, День Учителя, очень важно и почетно находиться здесь, чувствовать себя нужным и востребованным. Учитель – главный ориентир. Он, как радар, ведет нас к самым мудрым и верным истинам в жизни. Работа учителя во многом определяет будущее государства и дает надежный оплот в формировании личности. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем программу. Известный академик Дмитрий Лихачев когда-то писал. Учительство – это искусство. Труд не менее творческий, чем труд писателя, композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красы, как художник, а напрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру. И это выражение – абсолютная истина. Ведь все, что сделано талантом, руками и умом людей, берет свое начало в учительстве. А потому все те, кто приходит работать педагогом по призванию, отдает любимому делу и детям часть своей души и жизни, достоин самых высоких наград и искренних слов благодарности. В Брестском областном общественно-культурном центре заслуженные награды были вручены лучшим педагогам города на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню Учителя. Наша съемочная группа побывала на этом ярком празднике и готова рассказать обо всем подробнее. Учитель – одна из наиболее сложных профессий в мире, потому что быть учителем – это намного серьезнее, чем просто передавать знания. Это огромное желание и готовность помочь другим раскрыть свои способности, таланты, найти путь в жизни. Учитель становится опорой в мире знаний, он открывает много нового и интересного, обучает нужным и полезным навыкам, помогает ориентироваться в жизни. И каждый человек на протяжении всего своего пути проносит искреннюю благодарность наставнику за самые важные уроки и за возможность стать хорошим человеком. Я всегда с таким трепетом относился к этим людям, потому что вот это что-то родное и близкое, это вторая мама, да, и, наверное, эти люди остаются каждого для нас такими. Далее по жизни, конечно, было много таких учителей, к сожалению, некоторых уже нету в живых, но всегда так получается, что это те люди, которые, наверное, отложили в определенный период времени какую-то, наверное, частичку себя. Это, я хочу сказать, вот Волкова Вера Григорьевна, это в Центре молодежного творчества, когда я, так сказать, занимался дополнительными творчествами уже от школы. Это Итарова Светлана Федоровна, это Торловская Валентина Степановна, если не ошибаюсь, руководитель и, значит, наставник в нархозе, когда я учился. Это Прокопович Николай Николаевич, студия Спадшина, который, так скажем, духовно пытался насытить меня, в первую очередь, и многие другие люди. Ну, конечно, нельзя забыть и родителей, потому что это основа всему, это наставники на всю жизнь, и какими большими мы не были, это те люди, которые всегда нас будут вести по жизни. Безусловно, у каждого из нас, как и у председателя Брестского грузполкома Сергея Лободинского, есть свои любимые учителя. Те наставники, которые повлияли на дальнейшие становления. Те люди, о которых сколько бы лет ни прошло, вспоминаешь с теплом и добром. Брест гордится своими учителями, поскольку они воспитали не одну плеяду талантливых и одаренных учеников. Вывели в свет и показали дорогу интеллектуалам, которыми славится наша страна. А потому такому важному празднику, Дню учителя, было посвящено торжественное мероприятие, которое прошло в Брестском областном общественно-культурном центре. День учителя празднуется, как один из самых главных мероприятий. Торжество в честь горячо влюбленных в свое дело учителей в областном центре всегда проходит по-особому, где добрые слова адресуются многотысячной армией наставников, всем вместе и каждому в отдельности. В дружной педагогической семье города работает более 5200 работников педагогических, а всего в системе образования города задействовано более 9000 работников. Это действительно огромная армия, огромная сила, это 130 организаций образования, это сила и мощь, которая представляет не только город Брест, но и Брестскую область. Пользуясь случаем, я искренне хочу поздравить нашу педагогическую общественность с профессиональным праздником, пожелаю здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности. А успехов в профессиональной деятельности у педагогов Первого региона много, ведь те, кто выбрал своим призванием роль учителя, необычные люди. Это личности с четким сердцем, блестящим умом и неиссякаемым запасом энергии. Иначе как объяснить тот факт, что благодаря их усилиям так много хорошего получается? Ведь не зря говорят, талантливый учитель, он как свеча растворяет себя для того, чтобы дать свет другим. С детства любила маленьких детей, с ними возиться, и решила посвятить этому свою жизнь профессиональную. И прошла все этапы, начинала с воспитателя, там завестителя заведующего, и уже десятый год заведующим являюсь. Придя с заместителем заведующей, тоже очень любила работать со своими воспитателями дошкольного образования, тоже направлять их, искать какие-то идеи интересные. Расти помогала им профессионально. Ну и тоже дальше пришла к следующему этапу руководитель. Работая руководителем, тоже стараюсь искать что-то интересное. Наше дошкольное учреждение работает с университетом нашим, Пушкино. У нас сотрудничество уже много лет. Мы принимаем своих стенам студентов, то есть все виды практик они проходят. И делимся своим опытом с коллегами. В рамках праздника свои заслуженные награды получили наиболее опытные и талантливые педагоги города. Каждый из них вносит свой вклад в развитие брестка молодежи, а это не только образование. Переоценить важность учителя невозможно, ведь педагог закладывает нравственное начало в человеке, формирует его как личность, открывает новый мир, а еще учит самой сложной науке – науке жизни. У нас же по жизни так получается, что у каждого из нас есть те наставники, те учителя, которые тебя ведут по жизни. И придя в школу, да, этими робкими, маленькими, но раз пугливыми ребятами и девчонками, выходят потом первоклассные специалисты, которые в будущем дадут себя на благо города, страны, будут прославлять свои предприятия. И все это – это ваша работа. Это кропотливый ежедневный труд. Это усердие, это, наверное, возможность рассмотреть в каждом этом ребенке все черты, все навыки, да, которые можно развить и дать этому ребенку широкое поле для того, чтобы он мог себя реализовать не только, говорю, на просторах школы, да, но и в целом потом на поприще всей страны. Да, перед учителем стоит важная задача – придать знания, привить интерес к науке, вдохновить. А главное – найти ключи к сердцу любого ребенка. И брестские педагоги хорошо с этой задачей справляются. Они современные, креативные, добрые. В твоих глазах горит огонь, потому как профессию они выбрали по зову сердца. Больше семи лет работаю в этой структуре, в структуре именно дополнительного образования. А вообще с образованием связан с 97-го года. Где-то приходил, уходил, но все равно был с образованием. За это время появились заслуги, которые позволили сегодня получить застойное вознаграждение. Говорят, писатель живет в своих произведениях. Скульптор в созданных им скульптурах, художник в картинах, хороший учитель в мыслях и поступках своих учеников. Пусть ваш труд приносит радость и удовлетворение. Прекрасный, удивительный мир детства пусть отвечает вам пониманием, щедрой любовью и всегда видит вас пример доброты, мудрости и милосердия. В программе «Итоги недели» только главные новости, важные и интересные. Детство должно быть счастливым. Это нерушимые постулаты, и помимо родителей, которые желают подарить своим детям счастливое детство, есть еще и государство, которое заботится о подрастающем поколении ничуть не меньше. И подтверждается это не высокопарными словами, а делом. Накануне ценный подарок получило руководство учреждения образования 12 районов Брестской области и города Пинска. Им в торжественной обстановке были переданы ключи от школьных автобусов, которые изготовили специалисты Брестского предприятия «Брестмаш». Наши корреспонденты побывали на торжественном мероприятии. Все подробности далее. Минский автомобильный завод в ноябре прошлого года запустил в Бресте, а именно на свободных площадях Брестмаш, первое серийное производство микроавтобусов и фургонов. Машины ориентированы на внутренний рынок, и часть из них изготавливается для решения вопросов перевозки учащихся, в том числе с ограниченными возможностями. А потому совсем неудивительно, что школьный автобусный парк Брестской области постоянно обновляется, ведь и для государства забота о детях вопрос особой важности. Правительство Республики Беларусь, президент нашей страны уделяет большое внимание данному вопросу. И вот было подписано соответствующее постановление, которое решает вопросы доставки наших детишек для получения соответствующего образования. В 2023 году на этом предприятии было изготовлено и передано 73 школьных автобуса. В мае мы передали очередную партию из 25 автобусов. Ну и вот сегодня очередная партия 23 школьных автобуса разойдутся по территории Брестской области. Ключи от 23 новых микроавтобусов для перевозки школьников были торжественно вручены руководителям учреждений образования 12 районов Брестской области и города Пинска. Событие знаковое и очень важное, потому как каждый понимает, что дорога к знаниям должна быть комфортной и безопасной. Несмотря на то, что в первом регионе подвоз детей в сельской местности организован 350 школьными автобусами, порядка 12% из них трудятся уже более 10 лет, а значит, нуждаются в обновлении. Сегодня знаменательное событие для Брестского района. Мы получаем 4 новых автобуса, изготовленных на обрез МАШа. Конечно, это нам позволит заменить старые автобусы, которые эксплуатируются уже более 10-15 лет на территории Брестского района и создать больше комфорта в поездках наших детей, к учреждению образования и обратно домой. Эти автобусы мы планируем передать, два автобуса, в среднюю школу деревни Клиники, в среднюю школу деревни Медна и в среднюю школу городского поселка Домачево. Всего в районе 22 школьных автобуса, осуществляющих перевозку обучающихся. Это и ребята дошкольного образования, и учащиеся общего среднего образования. Два автобуса сегодня уйдут в Косовскую среднюю школу и Бытинскую среднюю школу. Это очень приятно, потому как наши ребята будут обеспечены качественным подвозом в таких прекрасных автобусах. Но на этом программа обновления автобусного парка Брестской области не заканчивается. В следующем году планируют подарить еще несколько десятков новых, комфортных, красивых автобусов для учащихся первого региона. Очень прекрасно, что мы вот эту нишу от 10 до 22 посадочных мест будем производить, будем заниматься вопросами локализации и производства именно на этом предприятии. Оно будет расшираться бесспорно, и цели мы перед собой ставим, чтобы 10 тысяч единиц такого транспорта производить. Притом мы сразу говорим, что это не только для Республики Беларусь, но и для наших братьев в соседней Российской Федерации. Есть российские производители, которые вот в этой нише с нами сегодня борются. Но я думаю, все-таки мы постараемся закрепиться в этом направлении, ну и обеспечить ту потребность, в которой нуждается Российская Федерация. У них потребность на ближайшие вот до 30-го года, ну цифры просто огромные. И это мы чувствуем и по пассажирскому транспорту, который Валерий Валерьевич Минский автомобильный суд выпускает сегодня, и его нужно наращивать. Мы расширяем линейку техники различного направления, и медицина, и образование, и спецподразделения, которые мы дорабатываем, и другие, иные совершенно новые направления, как, например, инкституционная машина. И в этом направлении движемся и работаем. По достоинству оценили подарок и водители новеньких микроавтобусов. Николай Николаевич за рулем уже 37 лет, большую часть из которых он бережно перевозит детей из пункта А в пункт Б, а если точнее, от дома к школе в игрокородке Вулька-2 Луниецкого района. Впечатление отличное, мне нравится. Ну, сейчас я получу этот новый, буквально я получал 28 января автобус, тот большой, 257-й МАЗ. Тоже отличная машина. У нас просто мало детей, это решили поменять. Пока я доволен. Теперь добраться к школе детям будет в разу удобнее, а еще быстрее, теплее и комфортнее. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Великая Отечественная война оставила шрамы в сердцах белорусов, которые не заживают и по сей день. Спустя 80 лет мы помним о тех страшных событиях, сохраняя память в музейных экспонатах, подлинных историях и исторических исследованиях. Благодаря работе сотрудников Брестского областного краеведческого музея стало возможным получить доступ к уникальным данным, которые помогают систематизировать знания о событиях Великой Отечественной войны. Ежегодно музей проводит ряд работ по углублению знаний и пополнению музейной экспозиции, что значительно расширяет территориальные границы. Ввиду этого в Брестском областном краеведческом музее состоялась третья международная научно-практическая конференция «Музейные сдобытки. Великая отчинная война. Усучастные музейные просторы». В конференции приняли участие около 50 ученых и музейщиков из Республики Беларусь и Российской Федерации. Чтобы углубить дружественные отношения между союзными государствами, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Брестским областным краеведческим музеем и Рыкутским областным краеведческим музеем. Енина Даниленко с подробностями. В стенах Брестского областного краеведческого музея состоялось открытие третьей международной научно-практической конференции под названием «Музейная сдобытки. Великая отчинная война. Усучастные музейные просторы». В конференции приняли участие около 50 ученых и музейщиков из Республики Беларусь и Российской Федерации. Двум государствам предоставилась возможность поделиться эксклюзивными историческими данными и улучшить музейное сотрудничество по разным направлениям. На конференции будут представлены доклады почти 50 участников. Это, в первую очередь, конечно, музейные работники из Республики Беларусь и Российской Федерации. Это ученые из разных научных учреждений, которые занимаются темой Великой Отечественной войны. Тема, которая жива до сих пор, будет жить, и которую мы должны транслировать, и гордиться ее, передавая те знания, которыми мы обладаем нашему подрастающему поколению. Объединенные общими интересами народы дружественных стран всегда открыты к реализации новых проектов. На этот раз руководство Брестского и Иркутского областных краеведческих музеев подписали соглашение о сотрудничестве, что расширит возможности в изучении общей истории Великой Отечественной войны и поможет сохранить достоверную информацию о страшных событиях былых времен. Это подписание соглашения совершенно не случайно, но такое целенаправленное желание, которое совпало и у нас, и у Брестского музея. Оно предполагает музейное сотрудничество по самым разным направлениям. У вас очень интересный музей, с богатейшими коллекциями, так же, как и наш музей располагает интереснейшими материалами. Мы вообще старейший музей за Уралом, нам 242 года, 500 тысяч единиц хранения, из них 250 тысяч основного фонда. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения по обменным выставкам. Это, безусловно, будет разнообразить музейную жизнь и Бреста, и Иркутска, потому что те материалы, которые у меня вы располагаете, они уникальны. Буду представлять здесь опыт работы нашего музея по патриотическому воспитанию. Третий год мы ведем такой интересный проект, который объединяет разные слои населения, разных взрослых, разных категорий. И вот попытаюсь показать, как мы это делаем. В день открытия международно-практической конференции докладчики выступили с различными темами, которые отобразили весь ужас времен Великой Отечественной войны. Первой работой, прозвучавшей на конференции, был доклад на тему геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в работе государственных музеев Брестской области. Выступление директора Брестского областного краеведческого музея вызвало живой интерес и обсуждение со стороны участников. Многие подметили взаимовлияние событий военного лихолетия и с нетерпением ждали возможности высказаться. Самая конференция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Я сам представитель Исаакиевского собора, государственного музея, ранее назывался государственным музеем памятник. Я буду говорить о том, что происходило с собором, в стенах собора в годы Ленинградской блокады. А там хранились многочисленные экспонаты музеев Ленинграда, а также экспонаты знаменитых наших пригрызных дворцов. Это Пушкинского, Павловского, Качинского, Ленинградского, Большого Петровского дворца. Вот об этом пойдет речь. Историческая память связывает прошлое, настоящее и будущее. И лишь изучая и сохраняя историю, мы сможем предотвратить фальсификацию событий, которые стали ключевыми в истории наших государств. Наша дружба и поддержка – главный бастион для братских народов. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Левантович. Новости Бреста. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем программу. Театральная жизнь города не перестает удивлять яркими и значимыми событиями. Второй месяц осени порадовал Брещан открытием музея в здании Брестского академического театра драмы. Знаковое событие приурочено празднованию 80-летия основания театра. Экспозиция познакомит с историческими сведениями театрального прошлого и представит уникальные экспонаты. Посетители смогут подробнее узнать о закулисье, увидеть макеты сценографии, фотографии заслуженных и народных артистов, служивших театру. Торжественное открытие состоялось в присутствии почетных гостей и представителей власти. Невозможно в полной мере объяснить публике, сколько усилий, сколько скрытой работы заключается в искусстве театра с виду столь доступным и легким. Брестский академический театр драмы в этом году празднует 80-летие служения любимому зрителю. За это время создавалось множество уникальных спектаклей, воспитывалось большое количество достойных артистов, в том числе заслуженных и народных. Безусловно, у такой долгой истории есть свои необычные предметы, которые хранят в себе важные события. А потому, собрав воедино редчайшие экспонаты, руководство областного театра драмы подарило жителям города музей с хронологическими данными. Торжественное открытие состоялось в присутствии почетных гостей и представителей городской и областной вертикали власти. За 80 лет было поставлено множество постановок, но я так скажу, что многие из них стали традиционными. Международный фестиваль «Белая бежа», «Январские музыкальные вечера» и ряд других проектов. Мы, как зрители, вместе с вами видим конечный продукт, но за каждой постановкой стоит не один десяток людей. Сегодня мы открыли впервые в таком формате музей при театре. Такого нет, я думаю, что и в республике, наверное, нет именно таких, именно вот реализации таких проектов. И это очень хороший подарок в год 80-летия Брестской области. Я хочу поздравить вас с вашим 80-летием. Отрадно, что вы не забываете тех людей, которые отдали всю жизнь на процветание и благо нашего театра. Это низкий поклон, с благодарностью всех Брестчан, потому что Брест любит театр. И все, что происходит в Бресте, я думаю, что нету тут равнодушных, которые мимо бы прошли и сделали то, что каждый для себя в душе, наверное, ставит основную цель – любить и беречь то, что мы сегодня имеем. Я поздравляю вас с вашим праздником. Желаю, конечно, здоровья, терпения, удачи. Всем нам мирного неба. Ну а театру процветания и долгих лет жизни. За 80 лет областной театр драмы стал родным домом для талантливых артистов, режиссеров, работников сцены, композиторов, декораторов. Словом, для всех тех, кто активно участвует в создании театральных постановок. И все эти люди годами создавали историю, которая сегодня обрела свое место в новой локации Брестского академического театра драмы. Исторические снимки, макеты, фотографии, редкие сценарии с правками режиссеров и все то, что не было обнародовано ранее, теперь в открытом доступе для брестчан. Когда я пришла в театр, я увидела огромный масштаб материала, который можно использовать и систематизировать. И я для себя поставила цель, что к юбилею театра мы должны создать наш музей. И я очень рада и благодарна коллегам, также нашим спонсорам, а главное руководству города и области и нашему управлению культуры, что нас поддержали в этой идее. И, конечно, у нас получился такой замечательный музей, единственный в Беларуси, потому что музейные экспозиции есть. Да, может, как бы, если брать по документально, именно сбору всех документаций, этому всему мы еще нам далеко для статуса музей. Но если брать о насыщенности, концепции и максимальной вот именно раскрытости театральному искусству, то мы вправе можем претендовать именно на музей. Отдельное внимание уделяется экспозиции, посвященной международному фестивалю «Белая вежа», который ежегодно проводится на базе Академического театра драмы и уже стал визитной карточкой Бреста. На одной из инсталляций отражены знаковые моменты фестиваля, его первая афиша и карта, на которой показан масштаб и количество стран, принимавших участие в форуме. У театра очень богатая история, у него очень много материала и вообще театру, его истории есть, что показать и рассказать. То есть это надо, потому что это наш город. Это история не просто театра, это история нашего города. И поэтому, когда они начинают с самого начала, как появился театр, как делались реконструкции, какие спектакли были. Ежедневный театр в поиске новых идей, новых талантов, новых форм работы. И тем самым уже много лет поддерживает статус одного из самых посещаемых мест Бреста. Все это становится возможным благодаря имеющимся опыту, передаваемому из поколения в поколение. Ведь, как известно, знание и основа любого вида искусства, живущего сегодня, хранится в прошлом далеких дней. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты Бук-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Ну, а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение и семейный канал Бук-ТВ. Я, Ирина Левчук, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин